Жители Владивостока смогли стать свидетелями уникального природного явления – полного лунного затмения. Большая яркая спутница Земли появилась в небе, когда у многих закончился рабочий день. Так, фотографиями и видеозатмения жители города начали делиться в социальных сетях с первых минут. Не каждую ночь можно провести при свете лунного затмения, но благодаря таким энтузиастам, как Владислав, это можно наблюдать еще и в телескоп. Космос манит, интригует и волнует воображение людей с древних времен. Солнце и Луна, звезды притягивают взгляды, заставляют фантазировать, вызывают желание узнать о Вселенной как можно больше. Владислав – студент 4-го курса ДУФУ, учится на логиста, но с детства увлекается астрономией и уже несколько лет собирает вокруг себя огромное количество людей. Увлеченно, эмоционально, при этом просто и понятно рассказывает им о звездах, планетах и что вообще происходит в космосе. А у студентов и гостей кампуса ДУФУ появляется уникальная возможность совершенно бесплатно посмотреть в телескоп и увидеть то, что никогда не увидят глазами. Мне лично это дает какое-то удовлетворение морально. В материальном плане ничего, я обычно в этом плане альтруист, мне просто нравится показывать людям. На самом деле такая мини-цель есть, я бы очень сильно хотел посмотреть транзит МКС по Луне, то есть как она пролетает, заснять этот самый момент. Вот, поэтому вот отслеживаю сейчас там на сайтах, когда это примерно будет на широтах, ну и вот хотел бы сделать. Ну это именно с этим телескопом. А естественно, в будущем вот именно с астрофотографией хотелось бы, конечно, приобрести более лучший телескоп, необходимые инструменты, чтобы как раз-таки делать очень красивые фотографии глубокого космоса. По словам Владислава, вчерашнее лунное затмение было совершенно обычным, без своих редких и отличительных особенностей. Но все равно любое затмение – это значимое явление, в частности для тех, кто увидел его впервые. Мы приехали, посмотрели затмение, это очень красивое, прекрасное. Я очень счастливо видел. Да, тоже. Я никогда не видела, и я даже не представляла, что это так на самом деле выглядит, это очень красиво. В телескоп не видела просто никогда, и мы были заинтригованы, пришли, посмотрели. Вы смотрели? Да, посмотрели. И как ваше впечатление? Необычно, мне очень понравилось, как выглядит луна в объеме. Просто я никогда не видел вблизи никакую планету, и сейчас вот первый раз, ну, я прямо смог ее разглядеть, там, кратеры вот все вот эти вот. Ну, очень интересно, в общем. Да, да. Да, понравилось. Мы пришли сюда, чтобы полюбоваться таким удивительным явлением, которые бывают очень редко. Пришла сегодня, чтобы посмотреть на красивую красную луну и хорошо провести время с моими друзьями, так же с корпусом просвещения. Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Позже Владислав поделился с нами своими снимками. Можно рассуждать, что любительская астрономия не имеет никакого отношения к науке, что ее роль незначительна в современном мире, но именно она помогает науке развиваться и двигаться вперед. Простое увлечение рассматривать звездное небо привело к великим открытиям. Возможно, и о нашем герое мы услышим в будущем. Анна Дьякова, Леда Землякова, Олег Завялов. Новости на Восьмом.